Сейчас мы будем делать, разрисовывать нашу UV-развертку, которую мы сделали в предыдущем уроке. Так, мы ее обычным перетягиванием в сохраненную UV-развертку перетягиваем в программу Inkscape. Опять же, не привязываемся к листу, который изображен в рабочей области, мы просто перетягиваем его в пустое пространство на рабочей области. Создаем, сейчас переименуем этот и создадим новый слой. То есть, на этом слое, как и в предыдущей части, у нас будет находиться сетка UV, а на следующем слое будет находиться изображение, которое мы создадим в Inkscape. Именно для этого урока у меня уже создана обложка для моей PDF-книги, и я буду использовать ее. То есть, в прошлом уроке, в прошлой части я показал, как делать упаковку. В принципе, обложка книги сделана таким же образом. Но ради экономии времени и для того, чтобы вы развивались, вы попробуйте сами это все сделать. И вот таким образом, как я сейчас перетащил это все. То есть, у вас будет исходный файл, вы сможете это все увидеть. Но вот попробуйте таким же образом сделать книгу, может свою, можете пока просто попрактиковаться, сделать какую-то надпись. Ну, в общем, я использовал уже готовую обложку, дизайн которой я уже продумал и сделал для своего продукта бесплатного, с которым вы, кстати, можете ознакомиться. Сейчас я его скалирую, то есть, подбиваю под нужные мне размеры при помощи стрелочек, которые находятся по сторонам и на углах изображения, я его увеличиваю либо уменьшаю. Двигаю, соответственно, наши UV-развертки, чтобы он был более презентабельный вид у него. Вот, в принципе, меня такое вот расположение устраивает. Не смотрите, что там на обертке сейчас есть какие-то выступающие края. Мы с ними будем бороться. Так, я перетягиваю следующую страницу, то есть, заднюю обложку. И с ней проделываю те же самые действия, что и с передней частью обложки. То есть, я ее уменьшаю, двигаюсь при помощи колесико-мышки, увеличиваю, уменьшаю масштаб нашего изображения, чтобы увидеть картинку в целом. Если мне надо более детально что-то проработать, я ее увеличиваю. Если нужно просто увидеть в целом, то я уменьшаю. Это все делается при помощи колесика-мыши. Если можно также зажимать Ctrl и кликать правой клавишей мыши, либо зажимать Shift и кликать тоже правой клавишей мыши, что приведет к увеличению масштаба, либо уменьшению масштаба. Просто я использую планшет Digitizer, и у меня вместо мыши находится перо. И там нет вообще колесика-мыши, поэтому приходится использовать клавиши и клики на ручки, которые дублируют правое и левое нажатие мыши. Сейчас я перетаскиваю сюда, в этот файл, корешок нашей книги, который также уменьшаю и подбиваю под нужные мне размеры. Довольно-таки интересно выходит. Сейчас мы чуть-чуть подгоним, потому что не хочется, чтобы были какие-то белые зазоры на нашем конечном рисунке. Вот вы видите, возникла некая такая вот ситуация, что наш файл, нестыковка по цветам идет. Сейчас мы будем чуть-чуть подбивать, чтобы вот нижняя полоска была стык-встык, то есть была сплошная линия, а не какие-то перебои, даже в один пиксель порой там при увеличении. Видите, у нас тут получилась одна белая линия, которую сейчас нужно будет чуть-чуть поправить, вот таким образом. Там сверху, кстати, вот тоже получилась чуть-чуть такая лесенка, которую мы обычным перетягиванием, ну, масштабированием обычным попытались, по крайней мере, убрать. У нас даже получилось. Так, и здесь мы тоже чуть-чуть поправим. Итак, мы это все сделали, нам сейчас предстоит, вот зазоры, которые у нас есть, их предстоит позакрывать. Как мы это будем делать, как и в предыдущем разделе, мы просто будем рисовать квадрат инструментом специальным у нас, там, прямоугольник, прямоугольное типа выделения, или прямоугольник, ну, примитив прямоугольник, и задавать ему цвет, который нас интересует. То есть, этот цвет в данном случае будет светло-синий, там, ближе к голубому, наверное. Ну, вот, вот уже лучше, единственное, сейчас надо убрать этот зазор. Вот так. То же самое проделаем со всеми оставшимися нашими частями нашего файла. Сейчас мы сделаем полоску сверху, продублировали просто, так как длина нам подходит. И просто сейчас поменяем цвет. Убираем пипетку и меняем цвет. И вот уже у нас некоторые из выступов уже перекрылись. Сейчас нужно еще боковые выступы нашей выкройки, UV-выкройки, перекрыть. Опять же, продублировали. Сейчас мы повернем это все. Вот таким образом просто перетянули. И сейчас мы вытянем вверх этот квадратик. Вот так. Вот так. Кстати, сейчас вот я перетягиваю его обычными клавишами мыши, то есть влево-вправо он прекрасно перетягивается таким образом, но это длительно очень. Поэтому я зажал Ctrl и просто перетянул наш прямоугольник в нужное мне положение, в нужную мне позицию. Здесь чуть-чуть ситуация посложнее. Тут придется несколько делать прямоугольников, так как у меня там есть одна светло-синяя линия, которую вот сейчас мы перекроем и затем сделаем розовую линию. Вот так. А здесь мы не будем дублировать вот эти вот все тени и все остальное. Они не принципиальны в данном случае, потому что книга у нас не будет слишком увеличиваться. То есть, но вы, если хотите до идеала все доводить, просто-напросто берите и прослеживайте то, чтобы у вас там тень была. Тем более мы уже видели, как это можно делать в предыдущем уроке, что это можно просто добавить элемент, сделать ему непрозрачность. И вот у нас получится тень. Сейчас у нас все движется к тому, что мы EV-развертку уже сделаем. Так, для книги есть. Теперь нам остается покрасить только страницы наши. То есть, у нас есть помимо обложки еще и выступающие страницы. У нас под обложки вот вверху такой прямоугольник. Мы будем его заливать одним цветом. Ну и для более достоверности мы будем рисовать на нем некие линии, которые будут символизировать, что там много-много страниц находится. Так, обычный прямоугольник. Вытянули его по нужному нам размеру. Подбираем из палитры внизу нужный нам цвет. Вот такой вот светлый, ближе к белому, но не совсем белый. Так, сейчас у нас мы берем наш Pen Tool и создаем обычную линию. Нам необходимо сделать обводку. Мы меняем толщину линии и придаем цвет нашей разделителю, который будут символизировать какие-то страницы. Даем цвет чуть потемнее, чтобы были видны эти линии. Сейчас мы чуть-чуть подняли нашу толщину линии, чтобы она стала заметна. Все, что нам остается, это продублировать данную линию несколько раз, чтобы... Потому что сейчас такое впечатление, что там, не знаю, между страницами находится закладка, все остальные страницы так плотно-плотно сомкнуты. Ну вот, мы дублируем простое нажатие на клавишу Ctrl-D и перетаскивание при помощи клавиш вниз-вверх на клавиатуре. Мы перетягиваем нужную нам позицию. И вот получается нечто похожее на один большой массив страниц. Можно, конечно, использовать какие-то модификаторы, там типа Boolean, повторение... Не Boolean, а Array. Но есть это в Wingscape, но он не намного ускорит работу, скажем так. Окей, мы создали то, что мы хотели. Единственное, верхняя линия у нас накладывалась на вторую, и она толстой оказалась, поэтому мы ее удалили. Вот, в принципе, и то, что у нас получилось. Сейчас нам нужно только его сохранить. Сохраняем, опять же, выделяем нашу UV-развертку. Снимаем с нее видимость. Импортировать в PNG. Смотрите, тут получилась такая загвоздка. Вы обязательно снимите галочку «Экспортировать только выделенное», потому что оно вам экспортирует пустую картинку в таком случае. Я тут, к сожалению, в уроке это сделал, ну, галочка стоит, но она стоять не должна там. Потому что оно реально сейчас выведет просто пустую картинку. А так оно выведет весь файл. Так, вот я нашел подходящее для меня место и туда сохранил все, что сделал. Сделал. Жмем «Экспорт». А, еще вверху нажимаем «Выделенное», естественно. Снимаем галочку «Сапортировать только выделенное» и жмем «Экспорт». Окей, файл у нас экспортировался. Мы сохраняем копию. Копия, кстати, будет у вас в раздаточном материале. Вы ее сможете посмотреть, увидеть, что да как. Окей, увидимся с вами в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok